Второй добавишь вот эту специю цинк и еще другие некоторые микроэлементы и как-то инсулин начинает снижаться лучше. На днях мы завершили программу, где была инсулинорезистентность и был уровень инсулина 22 единицы. Это все, это финиш сахарный диабет. Через 3 месяца после тщательного подбора, в том числе и нутрицептиков, снижения веса, изменения питания, инсулин 9 единиц. Наверное, меня врачи-эндокринологи готовы прибить, что я не назначаю метформин в этих случаях, я вообще не назначаю метформины. Я не вижу, к сожалению, того самого результата, который дает пород качественный препарат и качественная стратегия питания. Идем дальше. А дальше это созревание, это продолжение потомства. Не зря говорят, что цинк – это мужской гормон. Давайте разбираться немножко со стороны медицины и гормональной системы. Цинк очень важен для двух гормонов центральной нервной системы, головного мозга. Это фолликула стимулирующего гормона и лютинизирующего гормона. Цинк влияет на ЛГ, в анализе крови он так называется, а ЛГ, по сути дела, стимулирует синтез тестостерона, мужского полового гормона. Именно поэтому цинка не хватает, не синтезируется ЛГ, не синтезируется синтез тестостерона. У молодых мальчишек развивается гипогонотизм, медленное половое созревание у мужчин, снижается уровень тестостерона. У женщин разберем в более серьезной, допустим, критической ситуации менопауза. Цинк важен для синтеза фолликула стимулирующего гормона. Он очень важен для синтеза, для ингибиции, то есть подавления ферментов некоторых. И от этого зависит, какой уровень прогестерона, эстрогена будет. Именно цинк может сделать так, чтобы уровень прогестерона или эстрогена у женщин в менопаузе повысился без дополнительной гормональной заместительной терапии. И этот понятный момент, на самом деле цинк влияет на который у нас главный жиросжигающий гормон, гормон роста так называемый, поэтому он еще и помогает нам в снижении веса. Что еще важно, это волосы, ногти. Помните вот эти белые полосочки на ногтях? На самом деле это признак, конечно же, анемии, но и в том числе дефицита цинка. Я вам скажу по секрету, что железодефицитная анемия частично будет идти и от дефицита цинка. Почему? Все дело в заживлении. Например, у меня очень много пациентов с эрозиями, язвами в желудке. И цинка, некоторые формы цинка здесь очень сильно помогают. А может достигать 4 месяца. Это буквально настоящая депрессия, когда ты ешь все время бумагу и нюхаешь все время, извините, ничего не нюхаешь, не унюхиваешь. Конечно же, там виноваты дефициты витаминов группы В, но посмотрите, как мощно влияет дефицит цинка на изменение вкуса и запаха. У кого такое было? Кто терял вкус и запах более чем на месяц? Пишите свои ответы по цинку, можно уже писать вопросы по цинку. Давайте еще раз пробежимся по симптомам дефицита цинка. Это потеря обонения вкуса аппетита, я уже сказала, это лишний вес инсулинорезистентности, это проблема гормонов, это низкий тестостерон, это проблема волос, ногтей и, конечно же, иммунитет. Посмотрите, в чем дело. Когда в нашем организме, когда наше тело встречается с любым вирусом, то вирус это же, по сути дела, не живая, то есть она захватывает, попадает в клетку и активизируется, только когда получает нужную ДНК, нужную частичку генетического материала. И вот цинк, он по сути дела может сразу притормозить и заблокировать этот процесс. Поэтому если мы добились отсутствия дефицита цинка в организме, то возможно вирусный, да невозможно, а доказано точно, вирус будет протекать незначительно, то есть очень невыраженным клиническим проявлением, либо очень коротким промежутком. Именно поэтому сейчас практически в каждый протокол против вируса будет назначен цинк. Но опять, я бы посоветовала все-таки цинк пить до вируса, либо сразу на время выздоровления. Не пить большие дозы в период острого процесса, когда уже, к сожалению, процесс немножко утерян. Вот в острый процесс, наверное, все-таки цинк даже... Давайте сначала определимся с дозой. Я честно скажу, очень редко назначают цинк больше, чем 15 мг в сутки, даже если есть дефицит. Потому что мои протоколы, они кроме цинка будут обязательно содержать еще какие-то другие кофакторы, киличатки, обязательно будет витамин D, вы услышали, обязательно будет магний. Я просто не хочу перегружать человека огромными дозами, большими пачками препаратов. Поэтому я останавливаюсь на дозировке всегда 15 мг. Лучше я растяну курс чуть надольше, но не буду перегружать. К сожалению, очень многие компании препараты делают цинк 50 мг. У меня как-то муж даже привозил 100 мг в одной таблетке. И это очень много. Поэтому 15 мг – оптимальная доза в препарате. Я не назначаю, не рекомендую больше. Если мы говорим про источники продуктов питания, вот здесь, к сожалению, на этой таблице нет главного источника цинка – это устрицы. Вот что бы ни говорили, устрица – чемпиона по цинку. Именно поэтому говорят, как же важно есть устрица мужчин. Еще бы мы где-то там часто видели, или что-либо они дешевле. Второе место по содержанию цинка – это говяжья печень. Там его много, и вы действительно, если включаете этот продукт хотя бы один раз в две недели, будете получать цинк. Я обратила внимание еще на орехи, кедровые орехи, на саму говядину и на сыр с плесенью.